Смотрите, сейчас я вас чуть-чуть потерплю, а потом постараюсь вас не травмировать никак. Есть такой вопрос, в мягкой форме я его задаю. Вообще, горбатина начинается с вопроса. У меня к вам просьба сформулировать и в одном слове, постараюсь уже до одного слова, сказать, зачем, на ваш взгляд, нужен горбатин. Я записываю. Мы тоже, кстати, что-то от себя положим. Если мы с ним хватит, то дальше продолжим. Данное условие? Субтитры сделал DimaTorzok Или мы считаем, что правда это наше отношение. Ну, в смысле, у нас есть отношение к рабочему, который теряет работу, и есть отношение к начальнику цеха, который работу не теряет. А теперь мы просто сбрасываем... Ну, вот, например, я прихожу... Вот, Саша, начальник цеха. Я прихожу к нему... Начальница цеха, детских игрушек... Я прихожу к ней без отношения к тому, что она скажет, ну, по своей работе. Я в этом смысле совершенно открытый, я бы сказал, даже дурачок. Дурачок в поисках правды. Я бы назвал ее не правдой, а истиной. А истина мне просто... Ну, в смысле, что... Что такое истина, я тоже не знаю. Вроде не волнует. Вроде говорит все уверенным, четким голосом. Тораторит, улыбается, расскажет, как она любит своих рабочих. Какие замечательные гномиков они разрисовывают кисточками. Как они их разрисовывают. Как и остаются в дополнительное время и делают эти шапочки. И как на 8 марта их одарил начальство. Как они сходили в ДК. Как правком выдал им 18 билетов на представление на 40 человек-женщин. Как у них замечательный электрик. Как он прекрасно пишет стихи. Как они его все любят. Он единственный мужчина. Они... 8 марта они ему делают праздник, они вон. А что происходит на 23 февраля? Да, вы, Саша, прочитайте стихи, просят на него. Саша молчит. Он так гладит себя по лысине и улыбается. Это его основной жест. Он так реагирует на все. Самая там... Кто кого спрашивает? Я ее? Да, ты ее спрашиваешь. Расскажите о вашей первой любви. Она мне говорит. А, а, ему. Я тогда была такая воздушная. Такая легкая. Такая замечательная. И все время хохотала. Хохотала и хохотала. Хохотала. Мне что сказать? Палец покажи. Хохочу. И все говорят, ты хохотушка. Так и звали. Хохотушка. Я вам пишу здесь. Хохотушка. Смотрите, какая у нас получается запутанная ситуация. Александр Родионов пришел. И начальник цеха рассказывает, что какая-то Анюта была когда-то хохотушкой. И то, что она рассказывает, это факты из жизни хохотушки. Хороший вопрос к начальнику цеха. Мне кажется, что он абсолютно вопрос не к начальнику цеха. Хотя бы потому, что этот вопрос про первую любовь, я, конечно, может повести так, когда скажут, моя первая любовь пришла ко мне сейчас. Это мой заместитель. На это бывает. Всегда есть надежда. Я, конечно, вступил и думал совершенно про другое, когда спрашивал. А просто-напросто, что это такое? Это, ну, такое заявление. Здравствуйте. Это квартира Андреевых. Да. Мне нужна хохотушка. Я тут подожду. Сидишь, ждешь, ходит Анюта и начальница цеха, ты ждешь хохотушку. Мой спектакль, который сейчас в жизни я смотрю, когда из ничего для меня что-то появляется, я всматриваюсь на это. И сейчас я верю в то, что я есть и оно есть. Я так купился, как если я кошка в театре Куклачева. Я действительно верю в то, что я должен идти по этому коридорчику. Это важно для актера, в первую очередь. Режиссер – это человек, который занимается монтажом. Ну, который освоил эту профессию монтажа. Ну, не только. Роль же он может разобрать вместе с актером. Даже в таком ассоциале. То есть, не даже в таком автопроекте. Ну, в том смысле, что актеру нужен человек со стороны, который будет любить. Ему не дрейхить, когда у прототипа, например, пауза. А на 12-й репетиции актер уже забыл, что там была пауза. Он говорит, слушайте, тут люди будут скучать. А рюшер говорит, поверь, не будут скучать. Поверь, не будут скучать. Потому что, когда этот человек говорит текст, то, короче говоря, уговорил. А тут, да, слушайте, хорошо получилось. Получается, я хочу понять просто. Получается, Гербатин не может существовать, если актер, который играет, не видел своего реального прототипа. То есть, здесь элемент фантазии. Ну, а для чего эти все записывающие средства? Нет, ну, шанс маленький с видео. Разница только в том, сколько вы увидите. Смотрите, если вы вместе с этим человеком находитесь, то вы лишены, чего вы лишены? Вы лишены знания о тех моментах, которые вы не видите. Если вы всегда находитесь в этом человеке, вообще в максимальной ситуации, вы лишены моментов, когда этот человек существует в абсолютном одиночестве, интимной ситуации. Ситуация человека, который отвечает на вопрос, это ситуация человека, который, в общем-то, худо-бедо, но все равно является сейчас автором. Что у него получится, мы не знаем. Может, он будет заниматься тем, что будет врать, может, он будет заниматься тем, что будет пытаться найти про себя какую-то сокровенную правду, может, он будет заниматься тем, что может сформулировать какие-то замечательные слова, и очень как-то, не знаю, понесло человек, он так ходит, вдруг стал гнать, там, не знаю, какие-то, что вы читаете, понимаете, что это ткань. Может, это будет пример замечательной банальности. Вот, например, адрес такой, ПМД2004, значок Мэйл, Вау. Вот, пожалуйста, добро пожаловать, пишите мне письма, я буду пытаться вам очень умно, правдимо, и актуально, и демократично. Мой Би.Би.Октоба.Собака.Мэйл.Онк, а я буду пересылать на ФМД.